Привет всем любителям бокса! Настало время многими любимой рубрики «Великие чемпионы». И, наверное, многие удивятся, с чего это вдруг в ней засветился Дональд Трамп. Ведь не чемпион он никакой. На это я вам отвечу, что это зависит от того, с какой стороны посмотреть. Но обо всем по порядку. Фамилия Трампа была на слуху все последнее время. В 80-х годах Трамп владел рядом казино и отелей в штате Нью-Джерси. И чтобы хоть как-то конкурировать с казино в Лас-Вегасе, он проводил на территории своих заведений различные мероприятия с участием звезд первой величины, таких, например, как Мадонна. А так как именно в 80-х бокс вышел на новый уровень популярности на телевидении, что привело к значительному росту доходов, то прозорливый Дональд, конечно, стал устраивать вечера бокса в своих казино. У Трампа в разное время дрались такие звезды, как Аберт Дюрам, Хулиоса Зарчавес-старший, Ларри Холмс. Но бизнесмен всегда стремился к самому лучшему. А лучшим тогда был Майк Тайсон. Неудивительно, что совсем скоро Майк стал проводить свои поединки в заведениях Трампа, который присутствовал на всех боях лично, выседая на первом ряду вместе с Доном Кингом. Правда, американец наряду с Кингом, пожалуй, лишь думал о своей прибыли, нежели о карьере Майка. Так что во время поединка Тайсон-Даглас, они заочно договорились, что реванш пройдет в казино Трампа. Правда, этим планам не суждено было сбыться. И вскоре сотрудничество бизнесмена с Тайсоном и Кингом завершилось. Но вот правда, в отличие от Дона, Трамп не бросил Тайсона в беде. И даже помог нанять лучших адвокатов, когда Майка судили за изнасилование. Но я видел, что произошло с Майком Тайсоном, видел, как плохо его представил адвокат в Вашингтоне. Хотя цена вопроса была 5-6 миллионов долларов. По сравнению с местным бесплатным адвокатом, которого нанял штат. В итоге, с Тайсоном и Кингом у кандидатов президента сохранились хорошие отношения. И оба в итоге поддерживали его во время президентской гонки.